вижу щучье озеро обмельчало совсем опять год назад еще был осенью воды много было уровень высокий был сейчас он даже лошади спокойно там ходят переходит мух столько много здесь тишина вот это вот все что в траве он там все была вода а теперь вот так вот место отличная тишина полянки такие веса немного есть одуванчики кострича на только будет сложить и дров нет за дровами надо будет сходить в лес пошло дело вот такой вот у меня ведут не закон сегодня вообще вечер очень теплый самый теплый за все время куртки только успеваешь менять то куртку пуховик одеваешь у костра так вообще можно вот в шортах сидеть сколько же здесь этих бабочек всяких мух просто жесть какая-то жуки стригуны всякие вонючие клопы пауты и оводы летают в общем целый набор насекомых на разные вкусы цвет осы вот эти они вообще тут достали в машину лезут отдохнуть не дают можно так и лечь они искусают вчера в ногу долбанули короче напрягают постоянно от них отмахиваешься не отдыха измучение какое-то по этой причине сейчас будем менять место стоянки бахарыч он тоже от них отмахивается хотя здесь конечно тайга ну на тех стоянках таких такого набора насекомых не было разнообразие высокая трава здесь цветочки цветут все вот они сюда на это летят сосны цветут он шишки вот эти вот на них набухают здесь осы прямо вообще кружат осы пчелы тут не пойми кто они перемешку я сейчас будем менять место стоянки кстати по поводу костра вчера ко мне подъезжали лесники вон оттуда с архайтера на двух машинах сюда приехали вчетвером так и так а я вон там он в лесу дерево спирил сухостой он уже все мертвое дерево вот такие вот ветки ну то есть все крошится ломается здесь тоже короедами погрызла видимо что-то как-то ну такая каркары нет остальное я уже жег эту дровину я оттуда принес с кустов где-то там она лежала здесь по округе пошукал нашел значит за такое дерево за такой спил дерево на корню которая стоит они мне говорят что штраф предусмотрен 200 тысяч рублей конечно сомневаюсь что такой штраф может быть там пола трех до пяти тысяч вот так жути поднагнали но так в целом вообще пообщались мужики нормальные все с пониманием отнеслись горит ладно горит чё разводи этот костер чем у тебя будем типа это мы горит как бы туристов за костри не гоняем особо но нацпарк может быть мимо вот так вот поехать кстати сейчас только что от машины нацпарка проезжала буквально полчаса назад они горит если им надо будет для протокола они оформят так специально они тоже не ездят не ищут костерок можно но аккуратненько дрова можно брать только те которые упали то есть сухостоян там в лесу лежат которые дровины завалились тем можно принести сюда попилить такие которые на корню стоят нельзя вот даже вот этот пенек например корнями землю вросший будешь пилить его можно получить штраф и изымают бензопилу такие вот мелочи за костер тоже штраф предусмотрен но небольшой там не знаю сколько небольшой штраф какой-то уже забыл сколько пределах тоже там две-три тысячи рублей так как сейчас пожароопасный период костры разводить нельзя пожароопасный период длится почти что все лето поэтому тоже как бы здесь мало чего интересного это я так ребята для информации говорю что если вдруг поедете будьте аккуратны костерок потихоньку разводите чтобы далеко его не видно было ну и дрова собирайте сухие чтобы неприятных ситуаций избежать а то так вот мало ли хорошее дерево спилить и я думаю живое дерево мало кто додумается пилить там допустим как он то или то но здесь реликтовые сосны между прочим стоят вот эти карликовые сосны на протяжении 12 километров по берегу только встречаются за такую сосну могут реально штраф влепить конкретный а если там дальше в заповеднике где-то спилить там вплоть до уголовной ответственности даже статья предусматривает наказание от места моей стоянки совсем буквально двух шагах вот здесь я успел дерево это тухля трухлявая вон там эти всякие мокрицы даже ползает вот там тоже спил кто-то дел темное дерево там уже тоже он потемнело до внешней ну а здесь они меня спалили так и так горит и чушь такую прямо это возле дороги то спил сделал кстати они даже кусочек не поленились сюда принесли вот так вот все вместе поставили приложили и все совпало мне там и бензопила и все я даже что-то и не подумал что за такое кто-то что-то может приехать тут говорить в общем нормальные мужики пообщались все нормалек они уехали штрафовать меня не стали но ребята для информации чтоб знали имейте ввиду надо быть на чеку и такие деревья лучше не пилить и едем на другую стоянку надеюсь стороны которая был не занята тогда на ней встану главное чтоб не было вот этой мухаты лучше невозможно красота ребята красота никого нет тишина по берегу ни одной палатки нет все разъехались там несколько палаток было когда я туда ехал сейчас все тишина забрал мешок с мусором с леса самое главное что здесь нет пчел мух и всякое вот это вот дребедение и теплая стояночка плюс еще и на костерок есть немного дровишек до махарик берегу больше не дам это у тебя катюши чесаться начнут нельзя ему сладкое немножечко да уж ладно вода пока еще прохладная берега такого здесь и пена этот водорослей всякая разная так купаться прохлад окунуться можно не искупаешься а чищу картошку и здесь мне попались в воде такие вот байкальские эндемики между прочим рачки называются они по моему и пешура полтора миллиметра размерами вырастают один такой рачок может в год отфильтровать целый куб воды представляете питаются они в основном водорослями водятся вдоль берега им холодная вода нужно при плюс 12 они погибают сегодня по яндексу если верить температура воды плюс 4 здесь в этой местности еще кстати слышал такую информацию но не из интернета не помню кто-то рассказывал что якобы такие рачки могут утонувшего человека за сутки полностью обладать представляете до костей прямо я сейчас буду готовить супчик а На берегу образовалась пена. Началось снова цветение, пыльцу сдувает Байкал и волнами выбрасывает на берег, образовывая вот такую вот белую пену, прям как у пива или у кваса. А там вода грязная, дальше такую водичку пить конечно небезопасно, я думаю, вот вообще жесть, грязь. Пыльца все придуло сюда откуда-то, не знаю или оттуда или оттуда, ветер с севера сегодня дул, с тех мест. Вот такая в общем картина, набирать воду нужно в таких случаях естественно на ручье. Ближайший ручей, либо вот там километра полтора Олан-Ханский, либо там 3-4 километра местности Сурхайта. Хлеба у меня еще много осталось, решил сухарики на костре сделать и сверху сырный соус. Буквально минуту с одной стороны и минуту с другой. Завтра или послезавтра, ну в общем на днях думаю съездить, посмотреть залив Бигул и бухту Берхин. Хочу посмотреть, еще ни разу там не был. До Илонцов доехать в магазин продуктов еще прикупить. Там как раз все рядом. Посмотрите какое огромное количество бакланов здесь. Их просто несколько сотен. Вон они. Всю рыбу сожжут так. О! Сколько же их много-то, ай-й-й-й. Просто нереальное количество. Их же отстреливать вроде хотят. Орнитологи сейчас будут. Или уже может быть подсчитали количество. Вот еще видео вдобавок. Пускай посчитают. Ну очень много их. Обалдеть просто сколько же, а. Сколько же их много. Ой-ой-ой. Сейчас обратно камеру поведу. Вот это вид. Обалдеть. Все. Целая стая полетела. О! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В горах гром гремит, остановился на ручье, что-то не пойму, колесо спустило, пробил, не пробил, не знаю, сейчас, короче, компрессором попробую подкачать. Снимать запаску очень неохота, там не так неудобно. Подключил компрессор, сейчас буду качать. Подкачал, держит, но слабенько, надо даже на монтажки ехать. Такие вот дела. Все, готово, колесо. Но только такая услуга у них стоит 500 рублей. Представляете, боковой порез заделать. Ну там не порез, как это, расслоилась, короче, старая заделка. Разрешение оформил. Теперь еду дальше в Яланцы. Разрешение стоит 50 рублей. Я на 5 суток оформил. Вообще до 10 суток 50 рублей с одного человека. Машина пока бесплатна. И до залива Бигул, значит, можно доехать с одной стороны, до бухты Берхин, куда я хотел туда и туда, с другой стороны проезжать, говорит, потому что там перекопали все. Короче, только на тракторе можно проехать. В общем, сейчас еду до Яланцов, магазин, что-то прикупить там надо. Заодно сейчас здесь мусор выброшу еще. И заправиться нужно будет на заправке. Туда-сюда, ну и потом поеду по бухтам. Туда-сюда, ну и потом поеду по бухтам.